Позвоночник Когда в результате возрастных изменений один из межпозвоночных дисков теряет эластичность, он может надорваться и частично сместиться наружу, оказывая давление на нервные корешки или спинной мозг. В результате этого больной испытывает очень сильные боли в спине, а также слабость в руке или ноге. Грыжем из позвоночного диска может развиваться внезапно вследствие падения или автомобильной аварии при повторных нагрузках на позвоночник. Если пациент обеспокоит только боли, начинают лечение болевого синдрома, обезболивающие препараты, противовоспалительные средства, дополнительные методы лечения, в частности, физиотерапия, хиропрактика, акупунктура, систему упражнений Фельденграйза, методика Александра. Если данные способы лечения оказались неэффективными, переходят к инъекциям противовоспалительных препаратов, эпидуральная инъекция или инъекция под рентген-контролем. В период лечения полный покой и постельный режим не рекомендуется, однако надо избегать деятельности, вызывающей или усиливающей боли. Примерно в 70% случаев лечение эффективно и позволяет избежать операции, однако в ситуации, когда боль невыносима и имеются другие неврологические симптомы, как, например, слабость в ноге или потеря контроля над сфинкерами, операция – единственный выход. Малоинвазивная операция осуществляется через небольшой разрез в области спины. После нахождения корешка ущемленного нерва и давящего на него диска, часть последнего удаляется, что приводит к освобождению нерва и немедленному облегчению состояния больного, как в плане болей, так и в отношении слабости в конечности. Обычно на следующий день после операции пациента выписывают, а через 2-3 недели он может вернуться к обычной жизни. Следует знать, что данная операция не устраняет причину заболевания, поэтому некоторые пациенты продолжают страдать от боли и повторных грыж межпозвоночных дисков. Фильм снят по заказу больницы Асута. Фильм снят по заказу больницы Асута.